Итак, астраханских бойцов сегодня проводили в именной батальон морской пехоты. Они будут проходить подготовку в Каспийской флотилии. Всех мобилизованных снабдили необходимыми вещами и пожелали скорейшего возвращения домой с победой. С подробностями Марина Мельникова. Автобусы загружены вещами. Последнее приготовление перед отправкой. Сначала в Каспийск, в именной астраханский батальон морской пехоты. Готовы к отправке. Родина зовет, поэтому идем. Сначала подготовка, амандирование, учебка. И потом уже туда пошлют. Среди мобилизованных только служившие и имеющие боевой опыт. От рядовых до офицеров, от связистов до спецназовцев. Много тех, кто пришел добровольно. Сами решились прийти или по повестке? Сами. Я за день до повестки приехал сам. И на следующий день мне повестку выручили. А почему решили сами? Ну так. Посчитал нужным, так сделал. Надо, надо просто. Там нас мало слишком. Поедем помогать пацанам нашим. Это ответственность, долг перед Родиной. Все мы должны выполнить. Вернемся. Очень много моих служивцев и ребят сейчас там. И тем более, я думаю, что нам нужно поехать и помочь им. Это священный долг каждого гражданина России. Охранять свои границы, охранять нашу землю. Но берут не всех, рассказывают в военкомате. Тщательно проверяют добровольцев, кому за 40. Подходят только те, у кого есть необходимая военно-учетная специальность. Есть добровольцы даже, которые в возрасте 20 лет, которые только буквально неделю назад с армии пришел, опять приходят. Мы стараемся таких людей, пускай дома отдохнут. Придут второй раз, конечно, естественно, мы им не откажем. С собой астраханским бойцам выдают самое необходимое. Это, конечно же, спальный мешок, теплые вещи, носки, термобелье, шапка, вода, сухпайок. Сто таких мешков астраханцы собрали всего за сутки. Сбор организовала партия «Единая Россия». На призыв о помощи сразу же откликнулись общественные организации и неравнодушные земляки. Очень приятно видеть, что почти все астраханцы были вчера задействованы в сборе. И этот сбор не останавливается. На бабушке на 60 мы сейчас работаем до 8 часов, для того, чтобы после работы жители могли прийти и в комфортное для себя время принести то, что считают нужным. А нужны сейчас прежде всего зимние вещи. Утепленные спальные мешки, свитера, шапки, перчатки. Проводить бойцов собрались представители власти, церкви, полиции, юнормейцы. Глава региона подчеркнул, что астраханцев всегда отличала любовь к родине и готовность отстаивать ее интересы. Вы настоящие патриоты, вы настоящие мужчины, готовые защитить свою родину, свои семьи, своих матерей, жен, детей. Мы гордимся всеми вами. Я уверен, что каждый из вас вернется живым и здоровым домой. Мы вас будем ждать. В Каспийске бойцов ждут земляки. В том же полку уже служат более 350 астраханцев. И на этом областной военкомат подводит промежуточные итоги. Задачу первого этапа частичной мобилизации выполнили. Марина Мельникова, Борис Бастенов, Юлия Сергеева. Вести. Астраханская область.